Да, сначала, потом вопрос в конце, в какой формате? Ну да, наверное, так, я расскажу немножечко, что произошло за этот год, да, и как я к этому шла, и если у кого-то появятся вопросы, то я, конечно же, с удовольствием отвечу. Все, мы внимательно скажем. Да, всем еще раз здравствуйте, меня зовут Лаврова Светлана, и я на сегодняшний день нахожусь год, ну год и еще чуть-чуть, с 14 марта я нахожусь без еды и без жидкости. Вот, как я к этому шла? То есть у меня нет такого, у меня не было такого, что я перестала кушать, и мне все понравилось, и я такая вся счастливая решила, что я так и буду действовать в дальнейшем. Нет, у меня история была другая, я ее уже рассказывала, то есть меня к этому образу жизни привело мое заболевание. Я болела астмой, и у меня она была в такой достаточно тяжелой форме, и у меня не было желания переходить в какую-то автономию. Я не знала, что это такое. Изначально я при одном из своих сильных приступов, когда от меня отказались врачи, я узнала, что такое сыроедение, и я уже утром была стопроцентным сыроедом без единого срыва шесть месяцев. Ну, потом, как, наверное, у многих, у меня что-то пошло не так, я начала опять кушать. И потом, когда у меня второй раз от меня отказались врачи, то я уже поняла, что как бы у меня тут уже без вариантов. Но сыроедения уже мне показалось мало, то есть я уже хотела идти дальше, и я начала выискивать информацию, как можно, что делать. И на тот момент я увидела, что можно без еды и без жидкости находиться три дня. И я экспериментировала эти три дня. Мне очень нравилось, но дальше идти я боялась, то есть я не понимала, как можно, насколько далеко можно сойти, потому что у меня была информация только такая, что человек после трёх дней, он умирает. Вот. Но так сложились звёзды, что я начала узнавать тех людей, которые не кушают и не пьют. И начала экспериментировать на себе. И у меня этот процесс длился несколько раз. То есть изначально я была потом два месяца без еды и без жидкости, потом я срывалась, потому что психика была не проработана. Потом у меня был период, когда четыре месяца была без жидкости и без воды, три месяца, там три с половиной, два месяца. И потом 14 марта вот я вышла на жизнь без жидкости и без пищи. И вот на сегодняшний день пока вот так вот. Что изменилось за это время? За это время изменилось. Ну, конечно же, физическое состояние, оно поменялось достаточно сильно, потому что я могу сказать, что до того, как я вошла в это состояние, я была... У меня доходило до того, что я не могла двигаться, то есть я была практически неходячей. Я задыхалась от того, что я дышала. Что касаемо каких-то... Все ждут какого-то волшебства на автономии. Но я могу сказать, ребят, что волшебства не происходят на автономии. Просто у вас раскрываются те качества, те базовые настройки, которые в нас уже заложены. А в нас заложены как раз те базовые настройки, которые мы привыкли назвать волшебством. Но если вы понимаете, что происходит с вашим организмом, если вы понимаете, как идут эти процессы, если вы знаете, где, откуда это всё идёт, как это происходит, и когда у вас облегчённое состояние, то эти процессы у вас очень чётко чувствуются. Очень хорошо чувствуется, что происходит с вашим телом. очень хорошо чувствуют, на каких волновых вибрациях вы находитесь на данный момент, на каких находится другой человек, иной другой, который с вами на данный момент в каком-либо контакте. И это настолько чётко чувствуется, настолько это воспринимается, что, конечно, некоторые вещи, которые начинают происходить с тобой, если бы мне сказали это, например, там, некоторое время назад, то я бы сказала, ну, ерунда какая-то, напридумывали там, любят все придумывать всякие вещи, поэтому я бы, наверное, не поверила, то есть тем более я такой человек, что мне обязательно нужно всё проверить, мне нужно, если я к чему-то иду, что-то, что-то делаю, то мне нужно обязательно всё разложить по полочкам. Именно поэтому ребята, которые, например, со мной идут в марафонах, в ретритах, я им доношу уже ту информацию, которую я не просто перепрожила, а ту информацию, которую я могу уже им донести простым языком, настолько простым, чтобы это было видно, что это всё лежит на поверхности. То есть у меня есть некоторые вещи, которые происходят во мне, которые происходят со мной, но я о них не говорю не потому, что я зажимаю какую-то информацию, а потому, что я не могу их объяснить, объяснить так, чтобы это поняли другие. И только поэтому я какую-то информацию ещё придерживаю. Но, конечно же, я с огромным удовольствием в обычных эфирах делюсь той информацией, которую я вижу, которую я чувствую, которую я воспринимаю через призму своего мировосприятия на данный момент. Я точно так же собрала ребят, которые делятся своим опытом в телеграм-канале. У нас есть в телеграм-канале «Закрытый клуб», где там немножечко глубже мы рассказываем о некоторых вещах, которые не совсем принято пускать на поверхность. То есть, какие-то интимные вещи, какие-то некоторые моментики, которые не всегда возможно открыть на прямых эфирах, потому что на прямых эфирах не все люди подготовлены к определённой информации. кто хочет идти дальше, то, конечно же, вот я провожу уже марафоны, они тоже проходят онлайн, там мы уже идём на индивидуальные проработки. Ну и, конечно, ретриты – это там, где я стараюсь полностью вывернуть человека, чтобы он начинал, чтобы он полностью оголился, и только после этого он начинает познавать себя. Но ретриты, конечно же, это не для всех, не каждый к ним готов. И туда, наверное, приезжают именно те люди, которые именно понимают, что они готовы, что они уже не могут жить той жизнью, которой они жили до этого, а в следующий этап, в следующую плотность не могут перейти по каким-то причинам, и вот эту вот причину им нужно понять, чтобы сделать вот этот вот какой-то переход в своей реальности. Это не обязательно жизнь без еды и без воды, ни в коем случае. Это именно познание, познание тех аспектов, которые мы не можем перешагнуть по каким-то причинам, потому что если в нашем мировосприятии нет определенного момента, просто потому что мы не знаем, что он существует, мы его не сможем проработать. А со стороны это очень хорошо видно, и со стороны это можно прочувствовать и помочь человеку это перепройти вместе с тобой. Это идет как перепрошивка. По запахам, ну, наверное, все знают, что запахи, они обостряются в состоянии, когда вы еще начинаете сыроедить, запахи обостряются. Но могу сказать, что по запахам некоторые говорят там, что вот я там начинаю, когда выхожу в сухие дни, у меня очень яркие запахи начинают быть, и, Светлана, как вы с ними справляетесь? справляетесь. Ребята, у нас организм настолько мудрый, настолько он знающий, настолько наш аватар приспособен под нас, что происходит немножечко все по-другому. То есть у нас слизистая, которую мы воспринимаем, она у обычного человека, ну, то есть буквально там, по-моему, меньше миллиметра, в общем, она вот здесь вот слизистая проходит. И когда мы идем на облегченном питании, то она очищается, она очищается, и запахи начинают очень сильно бить в нос, то есть ты начинаешь их воспринимать по-другому. Но когда ты идешь еще дальше, чтобы ты не сошел с ума от этих запахов, слизистая, она как бы немножечко закрывается, то есть у тебя нет такого, что ты идешь, и ты все начинаешь нюхать, и у тебя голова кружится, потому что иначе мы бы просто не могли ходить. Вот я сегодня ехала в транспорте, я уже давно не ездила вот в общественном транспорте, как-то вот не приходилось, да, ну, кроме как на электричках, когда. Тут мы с сыном сегодня поехали в автобусе, уже, ну, наверное, полгода я вот не ездила в автобусе, не было у меня такого. И это, конечно, было такое, можно сказать, испытание, да, какое-то, то есть ты, где ты чувствуешь, от кого как пахнет, где-то ты чувствуешь, кто чем позавтракал, там, вот такие вот моменты, когда ты не хочешь в них погружаться. И когда ты не хочешь в них погружаться, ты их начинаешь, как бы, немножечко блокировать, да, но это не совсем тот этап, когда мы можем прям полностью все контролировать. Но если мы сможем понять, откуда это идет, как это идет, то тогда мы через запах можем видеть картинку. То есть, вот как раз вот это вот восприятие, оно идет на мозговую деятельность, которая создает картинки. То есть, у нас же весь мозг разделен по секторам. И когда мы научаемся не просто чувствовать этот запах, а научаемся слышать его, его внутренний, то есть запах уже у нас распознается не как какой-то вот там, ну, апельсином пахнет, он уже как будто бы как глубокий, как в 3D идет. Или как там, 4D. Он уже идет глубокий этот запах. И когда мы научаемся вот его слышать глубоко, то у нас через вот эти вот сенсоры у нас начинает восприниматься картинка. И ты тогда начинаешь запах не просто чувствовать, а ты начинаешь перепроживать новую свою реальность через восприятие запаха. То есть ты не всегда, тебе даже не всегда нужно открывать глаза, чтобы что-то увидеть. И это абсолютно другие ощущения. Тебе не всегда нужно слышать ушами, потому что ты можешь воспринимать какие-то вибрационные волны. Ты уже можешь чувствовать, что происходит уже телом. И это другие ощущения, но их нужно научиться правильно принимать. Иначе нас вот эти вот ситуации, когда у нас они вспыхивают. Изначально они прям как вспышки то одно, то другое, то третье. И когда мы не можем их правильно интерпретировать внутри себя, то у нас мозг начинает просто взрываться и часто очень выбрасывает на еду. То есть у меня такое вот было, когда четыре месяца я была без еды, и когда я начала видеть какие-то вещи, мне вообще казалось, что я с ума схожу. Думаю, надо, надо срочно выходить, иначе там все, голова просто, она вскипит. Такого не может быть, это только в фильмах бывает, еще что-то. И когда ты не можешь это принять, то, что есть вот это, и ты просто до этого их не могла видеть в силу своего непринятия самого себя, то тогда выстраивается абсолютно другая картина мира, и ты начинаешь жить по-другому. И когда ты начинаешь жить по-другому, когда ты видишь то, что происходит здесь, ты вот этот мир начинаешь воспринимать не потому, что ты вовлечен в этот мир, не потому, что ты здесь всегда есть, ты просто понимаешь, что ты в этой плотности находишься какое-то время, это как в кинотеатре, ты садишься, ты есть постоянный, экран на сегодняшний день есть постоянный, постоянно меняются картинки, и ты сидишь просто как в в кинотеатре, вовлечёшься ты в эту сцену, пойдёшь ты играть на сцену в эти декорации или нет, это уже твой выбор. И когда ты это чётко ощущаешь, что есть всегда твой выбор вовлекаться в картину, либо не вовлекаться, здесь уже начинаются другие ощущения и другие принятия, и ты уже начинаешь мир воспринимать немножечко по-другому, немножко по-иному, и он получается как будто бы глубже, то есть ты ещё на этом этапе не выстраиваешь свою картину, нет такого, что ты поменял что-то. Как только мы начинаем что-то контролировать, мы сразу же, это всё, это говорит о том, что мы рассыпаемся. Проконтролировать что-то нельзя, и как только у вас появляется чувство, что вы хотите что-то проконтролировать, всегда, ребят, знаете, это то чувство, когда вы не согласны с тем, что происходит, значит, вы ещё не в принятии, не в принятии той ситуации, которая есть вокруг. Как только вы идёте в полном принятии, просто безоценочном обязательно, принятие может наступить только от безоценочного чего-то. Если у вас остаётся ещё хорошо, плохо, тепло, горячо, там, это принято, это не принято, так можно, так нельзя, то вы никогда не будете в принятии. Если у вас хоть какие-то зацепки есть того, что надо, не надо, то вы не можете принять ситуацию. Как только оценочность проходит, и вы понимаете, что определённая ситуация, она не хорошая и не плохая, а она просто есть. только после этого состояния начинается состояние принятия. Оно достаточно ровное, и только после состояния принятия у вас отпадает чувство ванья, контроля, что вы хотите что-то поменять, что вы хотите что-то проконтролировать, что вы хотите что-то сделать такое, чтобы было вот так вот. И вот когда это пропадает, вы выходите на следующий уровень, на следующий уровень самого себя. Вот как-то если в двух словах, то Света, как вы сейчас и тогда дышите? Чистота, как бьётся сердце? Могу сказать, что давление, оно ниже, а пульс, он чаще бывает выше. То есть у тебя внутреннее состояние спокойное, но но получается работоспособность, она увеличивается. Вот, потому что можно посмотреть, например, на тренировках. Мне сейчас нравятся тренировки ЕМС. Вот, и они такие, это те тренировки, когда он тебе одевает костюм, и через этот костюм идёт ток на мышцы. То есть когда ты напрягаешься, у тебя идут мышцы, а тут идёт в обратную сторону. То есть напрягается твоя мышца, и тебе нужно через напряжение её напрягать в другую сторону. И это получается в несколько раз сильнее вот эти тренировки проходят. Поэтому они рекомендованы не больше 20 минут, максимум 20 минут. я их делаю 40 минут. То есть 20 минут у меня идёт на раскачку, там какие-то кардиоупражнения через вот это вот, через подачу тока. А потом уже начинается силовая тренировка ещё 20 минут. Вот. И я могу отследить, например, это состояние, что давление у меня остаётся практически на прежнем уровне, а пульс, он повышается. То есть работоспособность, она так и идёт. Вот. Сколько-то часов в сутки сон. Сон идёт по-разному, сон идёт не каждый день, не всегда. Ну, как-то я его сейчас не отслеживаю. То есть у меня нет такого, что я его отслеживаю. Но если я понимаю, что мне нужно обязательно быть в каких-то иных состояниях для какого-либо процесса, то я его просто убираю. Его нет тогда несколько дней, там несколько, максимум у меня доходило без единого подсыпания, прям вообще без 5-10 минут. У меня доходило до 10 дней. Но это не доходило до 10 дней, я имею в виду не потому, что меня потом рубило, а потому, что вот мне нужна была вот эта вот перезагрузка. То есть нет такого, что ты там сколько-то дней не спишь, а потом ты вырубаешься и отсыпаешься за все эти дни. Нет, такого уже нет. Но сейчас я его не отслеживаю. То есть у меня такого нет, что нужно обязательно там себе записывать, что-то посмотреть, а сколько дней ты был в таком-то состоянии, сколько ты не спал, а какая у тебя чистота дыхания. Сейчас как-то больше, наверное, у меня какие-то процессы идут больше не про то, как отследить вот эти вот поверхностные моменты, да. Мне больше нравится сейчас изучать те состояния, как, например, как я могу поймать вибрацию, как я могу услышать, что происходит, ну, например, там, не знаю, в стволе дерева, да. То есть я могу прислушаться и могу там, вот, особенно, когда все спят, вообще идеальное, идеальное время, когда ты можешь быть в том состоянии, когда максимальная тишина, и ты начинаешь слышать, слышать телом вибрацию, то, что происходит, ну, например, я живу в частном доме, да, что происходит там под домом, как вибрирует земля и что происходит в ближайшем секторе. Вот, когда ты ловишь эту волну и когда она у тебя через восприятие самого себя, вот, ты волну, когда она у тебя воспринимается через картинку, которая тебе подсвечивается, ты как будто выложишься и смотришь фильм, что происходит в мире животных. Вот эти вот состояния, наверное, сейчас мне ближе отследить, мне интереснее, что происходит, чем то, что там, как я себя там чувствую, что там я не ем, как я себя чувствую, когда я не сплю, как я там, чем я моюсь, чем я не моюсь, кто ест рядом со мной, кто не ест. Это уже какой-то такой уже прошедший, наверное, этап, и он уже немножечко не такой, и на ретритах как раз мы уже с ребятами говорим о внутреннем состоянии себя, как нам себя вытащить наружу, чтобы было единение с тем, что есть вокруг, чтобы мы стали единым, и вот эти вот состояния, когда ты прочувствуешь, когда ты в них вовлекаешься, когда ты их познаешь, что происходит с тобой, то, естественно, уже ты не хочешь возвращаться к чему-то искусственному, то есть еда это искусственная, и тебе просто туда не хочется идти. Если ты кушаешь, потому что ты хочешь кушать, а не кушаешь, потому что ты там чего-то начитался, либо там ты идешь какие-то в какие-то свои внутреннее, свой внутренний марафон какой-то устраиваешь, что там я вот в тот раз не ел столько, а сейчас столько, тебя все равно выбросит, это вообще все бесполезно. Пока ты не начнешь искать самого себя, пока ты не заинтересуешься, что ты, как ты есть, кто ты есть, тебя никогда, ты никогда не остановишься от еды, тебя все равно будет психика выбрасывать, выбрасывать, выбрасывать. Это вообще бесполезно. А если ты начнёшь видеть те вещи, которые происходят вокруг тебя, если ты их начнёшь чувствовать, если ты их начнёшь интерпретировать, что, как вообще ты начинаешь вибрировать, когда ты попадаешь в эту волну, то тогда тебе хочется всё больше и больше прочувствовать это. Тогда уже вот это вот искусственно, оно отпадает. Потому что мы же, наверное, ну, может быть, кто-то знает, кто-то не знает. Если я смотрела на эфиры, то я как раз рассказывала и про зубы, что такое зубы, как они восстанавливаются, и что и что такое вот поймать вот эти вот вибрации, как они на нас действуют, и что такое эмоции, что такое чувства. То есть эмоции – это всегда искусственно, то, что мы есть, да, что нам навязали, что мы можем рассказать, эмоции мы можем рассказать. А чувства, мы вообще очень редко на них опираемся, это именно то, что есть нашего тела. Это наше тело, оно нам дано для того, чтобы прочувствовать что-либо. И когда мы чувствуем, мы можем воспроизвести картинку. А эмоции нас, наоборот, гоняют вниз. То есть когда мы идём на эмоциях, мы всё время едим, то есть мы всё время приземляемся. На чувствование мы повышаемся. Вот. Спасибо за эфир. Подскажите, как продержаться на долгих сроках? Я заходила на 24 дня без еды и воды. О, здорово. Ну, продержаться – это не то слово. О, Светлана, Сотлер. Где же Ириночка? Давно нет. Она другие проекты ведёт. Очень здорово. Сто лет подвинула талант, ещё не хватает в эфире, конечно. Доброе время. Сколько по времени у вас сон? Сказала. У некоторых автономов менялись зубы в третий раз. У вас в этом плане ничего не происходило? Нет, у меня зубы не менялись, и я бы, конечно, хотела, чтобы они в ближайшее время не поменялись, потому что я, наверное, не готова ещё к этому. Светик, привет. Привет. У меня к тебе такой вопрос. Зачем мы едим? Зачем мы едим? Да. Ну, потому что у нас вообще мы уходим от самих себя, и это, наверное, человек, который знает истинность себя, его, чтобы ему что-то навязать, это очень сложно. А человек, который забывает, кто он есть, который не помнит себя, его очень просто вести за ручку, им очень просто управлять. и вот эта вот индустрия, она же не просто так вот развитая, мы же не просто так забыли, что такое вообще есть. Мы даже многие слова, которые несут определённое звучание, мы их просто исковеркали, только лишь для того, чтобы не возвращаться к самому себе, потому что в каждом слове оно заложено как код, в каждом слове как будто бы код. И вот этот вот код, он даёт определённую вибрацию, и эта вибрация, она действует на наше ДНК. И наше ДНК выдаёт определённые состояния, которыми мы можем управлять чем-либо. Вот вспомните, например, наших бабушек, прабабушек, да, лучше, которые могли там заговорить, когда там что-то болело, там, я не знаю, там ячмень выскочил, там грыжа какая-то кукочная, там у ребёночка что-то, ещё что-то. Что делали? Они же ничего не прикладывали, как правило. Вот я даже свою бабушку помню. Они что-нибудь там пошептали, и всё. И вот этот вот шёпот, это определённая, определённая постановка слов, которая и даёт вот этот вот код, который действует на нашу ДНК. И мы, к сожалению, все вот эти вот слова, у нас они настолько исковерканы, что мы их не слышим, не знаем, не чувствуем, и поэтому мы отходим от себя. Вот самые элементарные слова, да, вот что такое там слово брак, вот, нам же как говорят, ой, хорошим делом, брак хорошим делом не назовут, да, а изначально было, брак, это брать было, то есть брались за руки, это брат, это братство, это, ты эту женщину взял, брать, ты этого мужчину взяла, там, брать, 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 обрыть, это было, брикнулся, все, разбился, а у нас эти слова объединились, и у нас никто даже не хочет заглянуть, откуда это вообще пошло, это то же самое, что когда говорят, вот, там раньше были обряды, на которых там, там кровь пили, там еще что-то, изначально было пить, это было пить, петь, петь, люди пели, то есть они либо запевали, то есть пели, запевали какую-то ситуацию, которая была для них, ну, какой-то не очень благоприятной, они ее запевали, это не значит, что они пили, а запевали песнями, то есть вибрациями запевали, либо распевали, если им что-то нравилось, а не кого-то там, что-то вот такое хорошее было, чтобы это разрослось, они это распивали. Это тоже не пропить было. А у нас все перековеркали. И когда мы начинаем возвращаться к вибрациям, мы начинаем возвращаться к словам. Когда мы начинаем возвращаться к словам, мы начинаем возвращаться к коду. Когда мы начинаем возвращаться к коду, мы познаем вот это вот все, из чего состоит, потому что это все через вибрации. И все же, наверное, тоже слышали вот такие вот ситуации, они сейчас уже, к сожалению, не новые, когда, например, человек берет, человеку говоришь определенные вещи какие-то, и он идет, как зомби это делает, то есть какой-то код, это не обязательно словесный, то есть код вибрационный, он может быть через слова, через слова просто нам проще передавать, может быть не через слова, то есть это в фильмах уже показано, это было рассказано еще во всяких документальных фильмах, когда еще в 80-е, в 90-е, когда говорилось про всяких политиков, которые там брали телефон, и после того, как они взяли телефон, бросались там в окна, когда вроде бы у них все хорошо, и карьера там, и жена красавица, и денег полно, то есть там какой-то звук просто шел, там пи-пи-пи, все, они услышали этот звук, их запрограммировали на определенное действие, которое длится тоже определенное действие, и если мы начнем, если мы начнем чувствовать вот эти вот вибрации, то мы тогда через вибрации можем вернуться к самим себе, и когда мы возвращаемся к истинности, то нам тогда уже особо и не нужно заедать, и если мы вернемся опять же к тем началам, когда мне там, например, говорят, ой, а как же раньше, раньше ели, раньше не ели, раньше запускали слюну, это разные вещи, запускали слюну каким-либо растением, то есть определенные вещи, то есть с тобой в организме происходила, происходила очистка, и чтобы это вычистить, нужно было запустить слюну, и это запускали, не было такого, чтобы там кушали три раза в день, и даже не было такого, что кушали, если мы возьмем еще раньше, да, что там кушали раз в день, это же во многих, не знаю, как в Писании, или в чем там, во многих же пишут, что, например, там, чтобы прийти на службу к тому-то, нужно было сорок дней не есть и не пить, чтобы там даже поступить на обучение к Пифагору, это же открытая информация, там тоже у него ученики, чтобы к нему поступить, чтобы осознать, что они действительно хотят у него учиться, они тоже не ели сорок дней и не пили сорок дней, ну, а сорок дней там уже другая цифра, но там про нее можно потом уже поговорить, вот, но тем не менее, они, когда они начинали кушать, либо не было такого, что там водой омывались, не рот омывали, сами омывались, а запускали через какую-то крупу, это мог быть рис, например, рис через какое-то время, когда его начинали жевать, его не варили, вот, когда его начинали жевать, он выдавал слюну, которая абсорбировала все, что в нем оставалось, точно так же финик, например, когда говорят, ой, монахи, там финик едят, и рис едят, да, это точно самое финик, финик, он очищал кровь, то есть рис запускал, абсорбировал слизью, то есть он же слизеобразный, слизеобразный, поняли меня, да, вот, он этой слизью как абсорбировал все на себя, выводил то, что на тебе скопилось внутри тебя и выводил, финик, например, прочищал кровь, запускал другие процессы в крови, у нас же кровь состоит из разных аспектов, да, и если мы посмотрим, то у нас даже кровь на разных участках тела, она другая, то есть в капилляры поступает более жидкая кровь, по венам течет одна кровь, там по каким-то там уже, по артериям еще одна, то есть у нее идет тоже распределение, у нас нет одинаковой крови, если даже вы возьмете кровь в разных участках вашего тела, вы тоже это узнаете, это я узнала уже давным-давно, когда я, конечно же, обследовалась по своей болезни, и когда я не понимала, зачем мне нужно было кровь брать на разных участках моего тела, тоже именно поэтому, потому что у нас, мы настолько не знаем свое тело, и у нас вот это вот постоянно вот перебрасывает нас с одного на другое, мы не получаем информацию о себе, а когда мы себя не знаем, то мы ничего не можем сделать, и нас еще очень сильно путают, когда нам говорят, ну вот узнайте, например, плоская земля или круглая земля, да, опять вот от себя, узнайте там вот это, узнайте вот это, а почему вот с животными так, да, вот мне часто задают эти вопросы, я раньше отвечала на эти вопросы, а сейчас я думаю, ну вот представляете, как действительно вот нас, чтобы мы не вернулись к изучению себя, нам все время подставляют какие-то ложные вот эти вот моменты, а посмотри вот это, а посмотри вот это, а посмотри вот это вот, и мы все время чем-то заняты, только не собой. Светик, у меня еще один вопрос. Давай. Насколько вот сейчас у тебя состояние, какое стабильное, насколько оно сейчас стабилизировалось, и какие цели у тебя дальше? Спасибо. Насколько стабилизировалось, да, не знаю, мне кажется, стабилизировалось, я не могу сказать прямо на сколько, у меня сейчас нет такой вот этой процентности. Просто, просто стабилизировалось. Ну, наверное, давай, я, наверное, скажу словами даже ребят, которые были, ну вот на последнем марафоне со мной, которые приезжали в Сочи. Обратная связь от них была, что они действительно как бы немножечко там, ну, в таком удивлении были, или как там, как вот сказать слово такое, что вроде в каком-то представлении так достаточно молодой, молодой человек, ну, человек, я же человек, вот, и может ответить там на любой вопрос, ну, по крайней мере, те, которые задавали, и достаточно спокойно на любую ситуацию. То есть у меня нет таких всплесков, чтобы там кто-то, я не вовлекаюсь в игру кого-то, то есть если про это говорить. И когда ты научишься не вовлекаться в чью-то игру, в мысли, в какие-то аспекты, которые есть, если ты их научишься просто наблюдать, потому что они просто есть, то тогда у тебя восприятие меняется, и я вот сейчас не наблюдаю. Ну, как бы просто их, если есть что-то, то я их просто наблюдаю. А второй вопрос какой был? Второй вопрос про цель теперь твою. Вот ты добилась, чего ты хотела, какие теперь у тебя цели? Ты хочешь остаться, так не есть, или всё равно возможно, что ты вернёшься назад? Ну, вот именно здесь по поводу того, насколько стабильно вот это вот всё, в чём ты сейчас есть. Ну, я тебе могу, наверное, сказать так, что нет прям цели не есть, нет цели начать есть. Мне сейчас интересно изучать то, то, что происходит. Мне сейчас интересно изучать то, что мы не видим. Мне интересно изучать плотности, мне интересно изучать то, что есть действительно люди, и они действительно есть, которые могут жить сразу же в нескольких плотностях. я на сегодняшний день могу видеть несколько, видеть только несколько плотностей, я в них сейчас ещё жить не могу, то есть я не настолько вот прям вот вся облегчённая. И вот эти процессы, которые я сейчас познаю, они для меня более интересны. А начать есть или не начать есть, это, наверное, из той серии, что если ты не будешь вот этого всего познавать, то тебе будет неинтересно одному жить в своём мире, и ты тогда вернёшься на это. Это уже, наверное, говорится о том, что насколько тебе, насколько ты создал для себя те условия, чтобы тебе было интересно идти дальше, насколько тебя зацепил процесс проживания этой жизни, которая есть вокруг. Если он тебя зацепил до определённого времени, до определённого момента, то есть дохождения какой-то цели, то, конечно, тебя может откинуть просто потому, что тебе станет скучно. Получается, что у тебя сейчас наблюдается постоянно такой процесс, и он идёт в плане того, что здесь становится всё интереснее познавать то, что с тобой происходит, да? Да, безусловно. То есть у меня даже такое есть. Вот, например, там я иду, слушаю, может быть, какую-то музыку, или в тишине иду, или ещё что-то. Бывает просто вот мимо остановки проходишь, а кто-нибудь одно слово сказал, и ты понимаешь, что вот это слово ты услышал, оно может быть обычным. И через это слово у тебя прошёл прям в секунду, начинается отматываться целый фильм. И ты осознаёшь тот аспект, о котором ты раньше даже не подозревал. И когда ты начинаешь в нём копаться, думаешь, блин, так тут же целая вселенная. И так вот происходит с каждым разом. И ты понимаешь, что как бы либо ты в этом состоянии остаёшься, либо ты из этого состояния выходишь. И тогда ты начинаешь жить обычной жизнью. Ну, обычно это, конечно, ты уже не думаешь, что это человек, кто там длительное время не ел, а потом начинает есть. Я не думаю, что он становится прям таким же. То есть у него всё равно есть эти своеобразные восприятия. Это как, знаешь, как учиться на велосипеде кататься. Если ты на велосипеде научился кататься, ты уже не забудешь. Но если ты не будешь постоянно на нём кататься, ты лучше кататься не станешь. Я хочу лучше кататься, поэтому я иду дальше. Но эти навыки, они уже никуда не пропадут. Светик, насколько возможно вот это вот? Как ты ощущаешь своё тело? И вот как само вообще вот это восприятие того? Насколько хватит тебе вот этого всего? Есть такое ощущение, что какой-то предел есть или нет там предела? Нет, предела безусловно нет. Это настолько... Я сейчас с каждым разом понимаю, что это настолько начало, это настолько вот... Это только вот, я не знаю, там маленькая форточка на огромном окне, мне только начинает открываться. И там просто... Там просто целая галактика, которую, не знаю, в этом физическом теле хватит или нет это всё изучить. Именно я сейчас понимаю, когда я сейчас вижу, что люди жили там до 300 лет, до 1000 лет. Они же жили не потому, что у них организм, как мы думали, что организм... Вот у нас, например, почки рассчитаны настолько, печень рассчитана настолько, сердце рассчитано настолько. Ребят, мы все прекрасно знаем, что каждый... За 7 лет у нас идёт полностью обновление клетки. И если мы понимаем... Изначально раньше уходили, люди уходили, когда они в этой плотности полностью свою задачу какую-то решали, и они шли дальше. Не потому, что они износились, а потому, что они шли дальше. И вот наша задача, моя задача, по крайней мере, это познать то, что я должна познать в этой плотности и идти дальше. Сколько это займёт времени? Это же уже другой процесс. Если я остановлюсь, то я, скорее всего, в обычный промежуток времени это тело и покинет меня. Если я, видимо, что-то смогу зацепиться за что-то, то я думаю, что я начну уже дальше. Потому что много же людей... Уже, наверное, не один человек видел, ну, крайне мере, видел, слышал, общался с теми людьми, которым даже вот в этом нашем мире далеко за 300. И такие люди, они существуют, просто, естественно, они же не будут там на Ютубе говорить «Здравствуйте, вот мой паспорт». Это, Светя, как ты свои внутренние органы ощущаешь? Ну, наверное... Там ещё, знаешь, может, слышала про какой-то термоядерный двигатель, реактор, где-то там ниже пупать, что-то в этом роде, там тоже такое было. Ну, это первые ощущения, это немножечко не то, это на первых стадиях, такое будет. Это когда у тебя идёт очищение, ты очищаешься, да, и вот это, когда начинают, о, там внутренний реактор, там всё вот это. Это же живот, наш пупок, это наше живо, через что мы зарождались. И когда у нас освобождается там от пищи, когда у нас принимают, внутренние органы принимают свой естественный вид, то есть они сужаются, то у нас запускаются там те капилляры, которые они у нас есть, они у нас сжатые, всё сжато, потому что всё раздуто. И когда запускаются вот эти вот капилляры, когда там начинает циркулировать кровь, это непривычное для нас состояние. И нам кажется, что всё, там вот дрожь началась, там всё, там пошло, реактор пошёл, всё, я сейчас лечу, я стал святым, просветлённым, всё на свете. Это физический процесс, который тоже нужно понимать. Если он запустился, значит как бы, ну здорово будет, если ты пойдёшь как-то дальше, но не через это, что там ты ходить не можешь и всё равно идёшь. А именно понимание, что у тебя запускается, то есть у тебя начинают вот эти вот капилляры, начинает кровь запускаться там, где была пережата, вот так вот скажу. Я не врач, потому что мне некоторые пишут там, вот вы неправильно что-то сказали. Я не врач, я просто говорю то, что я чувствую. И иногда свои органы ты можешь видеть, но не как в анатомии, не как учебник анатомии, что ты подошёл в зеркало, там стоишь, рассматриваешь, видимо как-то через восприятие, через своё восприятие, ты, например, можешь чувствовать или видеть там, как-то позанимался, там зажало мышцы какой-то орган, ты знаешь, как тебе там покрутиться, или ты начинаешь там чувствовать что-то. Потому что у меня летом было такое, что вот я как-то встала так неудачно, меня защемило под лопаткой, под правой. Я, конечно же, сразу же поехала к остеопату, и когда он меня начал прощупывать, он удивился, он говорит, странно, говорит, вроде как бы такая, не 15 лет, что это у тебя все кости на месте стоят? И мне тогда как раз вспомнился тот, то, что все говорят про наш атлан, который не могут его оставить в покое. И вот они все говорят, вот атлант выправишь, и там у тебя чуть ли не ясновидение откроется. Это все бесполезно. Если вы живете этим же образом жизни, то вы можете каждую неделю ходить его выправлять. И уже несколько этих случаев есть, которые там постоянно ходят его и правят, и правят. Если ты не поменяешь свой образ жизни, у тебя ничего на место не станет. У тебя как были зажаты какие-то там внутренние процессы, так они и остаются зажаты. Ладно, последний вопрос сейчас прошу тебя. Есть вот, когда ты долго не ешь, там, ну, может, и не пьешь, такое состояние пустоты внутри образуется. И вот как ты его, это состояние, вот этой пустоты опишешь, и, ну, это как энергия потом, или что она внутри самого себя представляет? Вот как бы, когда ты рассматриваешь вот это вот... Понимаешь, про что? Ну, я, да, я понимаю, просто думаю, как бы, вообще пустоты не существует. Если ты начинаешь чувствовать там пустоту, это ты себе придумал пустоту, потому что для тебя это на данный момент новый этап. И если ты ее переждешь, то ты почувствуешь, наоборот, уплотнение, то вот эта вот пустота постепенно, она будет уплотняться. То есть внутренние органы, они будут сужаться, и они как будто бы будут уплотняться. Некоторые чувствуют на первых этапах, что у них начинает как бы как живот прилипать к спине, и такое напряжение идет. Они начинают прям там какие-то массажики делать, как-то что-то там проминать, еще что-то. А эта мышечная масса без воды, она как бы, она становится жестче, потому что воды-то нет, вот этой слизи. Она становится жестче, и помимо того, что сами органы начинают зажиматься в другую форму, в другую форму приходить, тебя еще и мышцы начинают зажимать, и сухожилия начинают как бы стягиваться немножко. Потому что первое время без жидкости они вот так вот реагируют. И у тебя вот это вот состояние будет после вот этой пустоты. То есть сначала она, это просто такое непривычное состояние. Потом оно пройдет, потом не будет этой пустоты, если ты об этом. Спасибо, Савидия, я тебя понял, да, нормально. Все нормально об этом. Да, если есть вопросы, то я готова ответить. На ютубе тоже закончились вопросы. Ребят, задавайте вопросы, если нет вопросов. Привет. Да, привет. Думала, думала. Ну вот. А для чего вообще человеку тогда вот эти все органы, раз можно жить и без еды? То есть Бог же создал желудочно-кишечный тракт для того, чтобы это все для чего-то? Ну, уже, наверное, на эти вопросы миллион-миллион раз отвечали. Давайте еще в миллион первый раз отвечу. Ну, смотрите, вообще эти органы, почему вы взяли, что они созданы для еды? Почему ни у кого не приходит того вопроса, что почему сердце у нас не создано для еды? Почему все сразу же на вот этот желудок, да? Ну, наверное, если вы берете какой-то, ну, хоть что, да? Везде должно быть, где есть вход и есть выход. И я привожу всегда вот такой простой пример. Когда я езжу на велосипеде, я очень много катаюсь на велосипеде. И особенно на юге, когда ты катаешься вечером на велосипеде, то есть солнышко еще не зашло, но уже более-менее прохладно. И если ты едешь по каким-нибудь местам, которые, ну, уже не по трассе, то мошкара, она, хочешь не хочешь, она залетает в рот. И как она должна у меня выйти? Через что? То есть это естественный процесс. Где-то вы купаетесь. Вот я, например, в море, когда купаюсь, у меня бывает такое, что я захлебну воды. Но это нормальный процесс. Она все равно через что-то выйдет. Мошки эти через что-то выходят. Когда мы разговариваем с вами, у нас же тоже в воздухе летает там, чего только не летает. Если мы этого не видим, и на зубах это не скрипит и не трещит, это не говорит о том, что мы это не поглощаем. И это тоже через что-то должно у нас выходить. Просто в малых, либо в больших количествах. Но это не для того, чтобы мы туда макароны впихали. Интересно. Вообще, вы считаете, что вкусы меняются с развитием души, с этим самосознанием, с эволюцией? Постепенно-постепенно как бы у всех людей это начнет как-то отпадать. То есть это эволюция. Ну, если мы сейчас на каком-то переходе стоим, и вы такая пионерка в этом переходе, ну, как бы за собой ведете, объясняете, ну, раз у вас это такое происходит, значит, у других тоже может произойти. И я тоже такое наблюдаю, сейчас очень многими людьми встречаюсь, и они там переходят, ну, у них отпадает еда какая-то. Не хочется просто это кушать. Не из-за того, что они там знают про автономию, или там изучали это все. Просто им не хочется, это все уже отпадает. Раз, возможно, без этого, можно же... Вопрос такой. А наступит ли такое время, когда вообще ничего не нужно будет? Как думаете? Ну, вот смотрите, мы опять уходим, вот это как раз то, что я говорила, мы все время уходим от самого себя. Мы начинаем гадать. У меня сейчас такое ощущение, что мы вот как на шабашу, у меня еще тут свечечки, вот, и мы как колдушки сидим. А как вы думаете? А что будет? И вот эти отгадания, они же ни к чему не приводят, они просто в нас забирают наше драгоценное время, которое нам отведено на познание себя. И вот, наверное, чтобы вот этих вопросов не возникало, нужно начинать познавать себя, и тогда будет уже неинтересно, а что же будет дальше. А дальше будет именно то, что насколько вы в себя уйдете глубоко, вот настолько для вас и откроется то, что оно будет для вас. А то, что я сейчас вам скажу, что будет для меня, но это, наверное, для вас вообще бесполезная информация. Нужно все-таки держать фокус на самом себе, и тогда будет лучше. Ну, я думаю, за всех просто иногда бывает такое. Обширно, думаю. Не бывает такое, что... Нет, обширно не бывает. Смотрите, мы начинаем себя замаскировывать, как только разными способами. Мы начинаем говорить, что я вот думаю глобально, я вот думаю так, как мы можем... Это то же самое, что, не знаю, такой может быть не совсем корректный пример, но смотрите, если, например, ребенок живет в детском доме, вот он вырос, и он говорит, я сейчас буду искать свою прабабушку. Ему говорят, да как бы сначала, наверное, нужно маму, потом бабушка, потом уже прабабушка. Он говорит, нет, я хочу прабабушку. И вот эта глобализация навязанная, да, это то же самое, что вот мы сейчас таки... Вот, я вот думаю глобально, я вот думаю о земле, а ты за себя-то как бы сначала о себе, ты, наверное, себя вообще познай, кто ты есть, потому что иначе это все бесполезно. Ты будешь настолько бесполезным человеком, который думает о чем-то. О чем ты думаешь, если о себе не можешь подумать? Нужно всегда начинать с себя, всегда фокус внимания внутрь себя. Вот, Мария Красношейна пишет, здравствуйте, когда и где следующее собрание? Бория, я не знаю, про что вы говорите, если вы меня спрашиваете, когда, в телеграм-канале всегда. Марафон онлайн 26 числа, вы еще успеваете присоединиться, и ретрит в Сочи с 31 марта по 5 апреля. Ну, это все в личку можно написать, я вам скажу, если вы меня про это спрашиваете. Спасибо за ответ. И нам что-то какие-то моменты все равно не догоняешь. Ничего страшного. Это тоже процесс. Ну да. Я просто творческий человек, я умом практически не живу, а когда ум включаю, я понимаю, что я вообще отстала от жизни. Ну, мы все творческие люди. Просто нам сказали, что нужно поделить на гуманитариев и техниках. И мы так и делаем. Поэтому мы у нас, вот просто посмотрите на себя, мы настолько, многие, наверное, да, настолько вот неполноценны к самому себе относимся, что мы через свою неполноценность, мы пытаемся привлечь внимание через другое. Начинаем говорить там, вот, я вот такой человек, вот мама мне таким говорила, вот я вот с этой стороны, я творческий человек, я духовный человек, я такой человек. И мы начинаем себя, себе какие-то плюшки загребать. А на самом деле нам хочется, чтобы нам эти плюшки кто-то другой сказал, какой ты творческий человек, какой ты душевный, там, духовный человек. Это к тому, что мы себя не ценим. И про обесценивание у нас, по-моему, тоже уже был эфир. И, да, это очень такие темы, которые лежат на поверхности, но очень часто мы не пользуемся тем, что мы видим, потому что нам все время как-то неудобно, нам все время что-то там, а вдруг это не так, какого-то подтверждения ждем там, или еще что-то. Вот, есть такие процессы, да. Да, ну это бесконечное развитие. Если по поводу себя вспомнить кто-то есть, то можно всю жизнь это вспоминать и никогда не вспомнить. Это бесконечное углубление в глубь себя. Ну не обязательно вспоминать, можно же... Можно же идти... Как мы можем дойти до той самой точки, кем мы были? Мы не дойдем потом... Почему вы думаете, что есть точка? Почему все всегда ориентируются на какую-то точку отсчета, либо точку, конец какой-то цели? Нам все время нужны какие-то точки. Мы не можем быть в процессе. Мы и в жизни так живем. Мы не можем быть счастливы, потому что мы не умеем жить в процессе. Нам все время нужна какая-то точка отсчета, откуда мы себя начинаем отчитывать по каким-то параметрам, по каким-то критериям. И точка окончания. Мы все время пытаемся найти какие-то точки. А в процессе получить удовольствие мы не умеем. А зачем тогда вопросы о том, что вспомни, вспомни, кто ты, вспомни, кто ты, зачем тогда эти вопросы задавать? Не знаю, кто вам такие вопросы задает у него, спросите. Нет, это же вы задаете. Постоянно говорите, надо вспомнить. Я же с ваших слов сейчас просто говорю. Нет, вспомнить, я не говорю про то, чтобы вспомнить. Как бы мы можем... Смотрите, нельзя только в одну сторону смотреть. Вспомнить — это какие-то процессы у нас начинают вспоминаться после наших действий. Если мы не начнем действовать, а просто будем там на диване, а я там, меня не трогайте, я лежу вспоминая. Это бесполезно. Никогда не углубляйтесь в одно. То есть вы из контекста, когда начинаете вырывать фразы, вы всегда задумайтесь, а почему это? Почему ваш мозг начинает вырывать именно из контекста определенную фразу, чтобы на нее как-то опереться и сказать, ой, так я же вот так вот, а я же вот это вот. Так не происходит. Нужно в любом случае смотреть на 360, что происходит. То есть если вы начинаете разбираться там, ну, начинаете поднимать какие-то архивы, что означало определенное слово, что означало определенная там буквица, что означало вот это, то не забывайте другой аспект как-то разматывать. А как жили люди вот до этого, а что они делали вот до этого, а что такое было сельское хозяйство? Оно нас развело, ну, как бы развитие было от сельского хозяйства или наоборот оно нас вниз опустило? То есть это же тоже большой вопрос. Сельское хозяйство нас вытащило на какой-то определенный уровень или наоборот? И здесь другие уже аспекты. И когда мы начинаем разматывать себя вот просто на 360 градусов, тогда мы в это погружаемся и тогда мы постепенно начинаем, узнавая какие-то слова, мы начинаем себя вспоминать. Через вибрации же мы начинаем себя вспоминать. Да. Почему некоторые говорят, вот произносите вот такое вот слово, и ваша генетическая память начинает срабатывать. Но генетическая память как сработает сама по себе? Ее же нужно запустить? Ну, надо сказать, просто запустись и все. Ну, если у вас так работает, здорово. у меня вот не так. Генетическая память. Значит, вы уже все знаете. Все знать невозможно, я считаю. Это утопия такая. Кто считает, что он все знает, значит, ничего не знает. А вот видите, опять разделение. Либо одно, либо другое. Ну да. Ну, как сказать. И хочется молчать иногда, реально, потому что вот это все относительно то, что мы говорим. Относительно чего? Опять же, видите, две точки. Относительно чего? Критерии чего-то. Рида, что такое-то сегодня у тебя состояние какое-то? Что у тебя творческий кризис? Да наоборот, у меня не кризис, а я творю и понимаю, что это бесконечно и в ту, и в эту сторону. Зачем себе ставить какие-то рамки? Просто наслаждаюсь, слушай, смотри, твори. Наслаждаюсь, смотрю, слушаю, но все равно это все, у этого же всего должен быть смысл, а смысла нет. Смысл в том, что смысла нет. И тогда начинается... Это опять поиск. Это опять от точки А в точке Б. Либо смысла нет, либо смысл есть. Мы не умеем просто быть. Просто быть. Просто создавать. У меня нет такого, что я не могу просто... Да, я не могу быть просто. Все время надо что-то делать, что-то создавать. А я не говорила, что это бездействие. Это вы уже себе придумали. Это ваши критерии вашего восприятия. Что-то хотела спросить, что-то было вот такое прям интересное. И оно улетело. Видимо, все получило. Благодарю. Благодарю. межстрок какие-то ответы приходят. Ребят, если есть вопросы, задавайте. Если нет, то я вас... Бывает материализация мыслей? Что-то подумали и проявилась. А материализация мыслей, она у всех есть? Просто дело в том, что если это материализация мыслей, вы имеете в виду каких-то желаний, что значит материализация мыслей? Мыслей, она же... Вовлекаетесь в ней, или нет? Сегодня что-то захотела, допустим, подумала, и оно проявилось. Ну, конечно, если это ваше... Если это ваше желание, если вам это нужно, а как оно может не проявиться? Все в этом мире сделано только для нас, не для кого. Мы в этом мире живем для мира. Мир этот существует для нас. Если бы его не было для нас, то нас бы здесь тоже не было. Просто дело в том, что мы не умеем быть честными перед самими собой, и очень часто начинаем думать не свои мысли, цепляемся за чужие мысли и начинаем думать, что мы хотим вот это. Это не наше. Поэтому у нас очень много на каких-то периодах ничего не сбывается, так скажем, если говорить таким языком. А если мы начинаем быть честными перед самим собой, если мне это действительно нужно по каким-то причинам, это для моего какого-то комфорта, то почему оно должно не сбыться? Такого не бывает. Просто нужно самое главное, чтобы понимать, что это действительно ваше. Светик, у меня еще один вопрос. Насчет дворца есть какое-то ощущение вот такое? Кто создал это? Зачем создал? Вот какие-то понимания насчет этого есть? О, ты знаешь, я не могу пока тебе сказать однозначно этот вопрос, потому что изначально я думала по одному, потом зашла немножко глубже, начала по-другому это воспринимать. И сейчас у меня идет следующий процесс. Но если мы будем говорить только об одной плотности, то это будет один ответ. но мы же должны четко понимать, что у нас есть несколько плотностей, в которых мы можем существовать одновременно, сразу же. И когда у тебя приходит это понимание, что ты можешь в них существовать одновременно, в раз, сразу же, в нескольких плотностях, то здесь уже стоит вопрос не о творце. Как бы творец, он, скорее всего, конечно же, есть, но не в общепринятом понимании, я бы так сказала. Ну да, я понимаю, что он, естественно, что он не так, как его это, но вот как-то все равно можно же его прочувствовать не через личность, а вот именно через какие-то, наверное, состояния, через энергию. Но ты понимаешь, ты же есть вот в этой плотности, ты есть частичка этого творца. Это да, это я уже почувствовал и это я знаю, а вот чтобы все еще и понять вот это, все, вот это все, что происходит. А вот если будет единение, к которому мы никак прийти пока не можем, если будет единение, вот это и будет, как раз это тот творец, когда просто нас выбросит в новую плотность, сразу же в новую реальность. именно поэтому, как я вижу сейчас, единения нет на определенном этапе, потому что, так скажем, кому-то, вот такое слово, кому-то очень удобно оставаться в этой плотности. Он здесь все знает, ему здесь все хорошо, он знает, где расставлены, какие фишки. Вот. И поэтому идет постоянное вот это вот разъединение. Вот разъединение национальности, разъединение языка, разъединение там какими-то секторами, странами, еще чем-то. Все время идет разъединение. И чтобы не было единения, все время делают какие-то определенные действия, чтобы люди, как бы каждый в своей ячейке жили. Потому что, когда будет единение, тогда будет просто сразу же моментальный переход в новую реальность. Это как пробуждение, просто по щелчку вот так просто раз, оно все переворачивается. Да. Спасибо. У меня еще такой вопрос насчет плотностей. Вот мне интересно стало, как там вообще ощущение, ну там, то есть у тебя тоже есть тело, или там, то есть у тебя уже не чувствуется физическое тело, или там вообще другое, ну что-то другое? Ну, во-первых, что-то другое, а во-вторых, Артур, ты же знаешь, что я на такие вопросы в открытых эфирах не отвечаю. Не каждый человек готов к восприятию такой информации. Спасибо. Приезжай на ретрит, и мы разберем эти вещи, и возможно там даже попробую я показать вам, чтобы вы сами увидели некоторые вещи. Чтобы это было уже через себя прочувствование. Ребят, если нет вопросов, то я тогда буду закругляться. Если есть какие-то предложения, какую тему открыть, про какую тему рассказать, то пишите комментарии, и я с огромным удовольствием раскрою следующую тему. Вот. Если кому-то интересно какие-то больше каких-то тем, то на моем канале там я тоже раскрываю всякие разные темы. И про зубы, про ваши любимые тоже. Все, тогда всем спасибо. Спасибо огромное. Зум. Да, Артур, ты что-то еще хотела? Напоследок такой глупый вопрос. Как выбрать хороший мед, натуральный? Хороший мед натуральный? Да. Просто много мнений разных. Кто-то говорит, типа, он должен засахариваться, кто-то говорит, что не должен. Непонятно, что-то. ну, наверное, вспомнишь, что-то, ну, когда... слушай, я не про еду. У меня так мало его было в жизни, поэтому я нет. Ладно, понял. А так про чувства. Чем больше ты спрашиваешь кого-то, тем больше ты начинаешь уходить от самого себя. Как только ты перестаешь задавать вопросы кому-то, вот, например, там, про мед, вот, ты можешь просто пройти и из миллионов банок ты всегда увидишь свою. А если она будет подходить именно тебе, именно для тебя она будет самая лучшая. Для кого-то будет другое мед. Согласен. Да, согласен. Ты очень правильно говоришь. Все, тогда спасибо огромное. Спасибо Зуму, что приглашаете. И спасибо, конечно же, Автополстару. Спасибо за ваши вопросы. Всем пока. Да, Светочка, спасибо. Сегодня было очень интересно.